Пердь гуттаперчевая, блин, старый огород протухшего хутора. Хутор был протухший, вот здесь вот болото начинается, вот. Да, ребята, вот вам и деревня Тухлянка. Воняет так, что волосы встают дыбом. Когда яблони цветут, всем девчонкам хочется Чё вы им цветы, да, релек, хоп! Эй, ла-ла-лей, то ли верить, то ли нет. Вот-та-та-та, вот-та-та-та. Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Ну чё, сегодня у нас годнота годная. Эх, от душе душевно в душу, как говорят у нас на канале. Братцы, прекрасное настроение, прекрасный коп. Прекрасный ветер, который сегодня нас будет защищать, потому что, что я вам сейчас покажу. Опачки! Старый огород протухшего хутора. Хутор был протухший, вот здесь вот болото начинается, вот. Ну, я примерное название, ну ладно, скажу Тухлянка. Тухлянка называлась деревня, вот в простонародье она имела своё научное название. А хутор, вот этот вот дом на окраине, где жила так называемая какая-то бабка Варя, у которой деньги водились. До неё было четыре сына, двое ушли на фронт, с фронта не вернулись, а двое, короче, поразъехались по городам. До этого ещё была здесь, от этой бабки ещё, ну короче, несколько поколений жила, пережила. Вот, и место, в принципе, такое древнее, старое, интересное. Вот, так что вот такая вот, ребят, вкратце история. Тухлянка деревня называлась, кто узнает, не полите. Вот, хутор назывался, ну это я уже так назвал протухший, максимально приблизил к реальности названия. И коп сегодня вот будет здесь вот происходить. Вот здесь вот малина, смотрите, одичавшая малина, вот кусты малины, здесь страшный бурьян. Дальше вишенник, дальше вот здесь вот болото тухлое, которая, ну там дальше тупиковая сторона, туда дальше не пройдёшь, я так понимаю. Я и не хочу испытывать судьбу. Вот, вот по этому огороду я похожу, вот здесь вот промеж деревьев, туда дальше тоже заброшенный огород, может быть и туда зайдём. Вот, в общем, браться походим, что интересно, и найдём, конечно же, покажем. Вот такая вот система. Вот, буду ещё ориентировочно смотреть, где домик стоял. Вот, по моим предположениям, где-то вот так вот по этой стороне вроде бы стояли дома. Этот дом был последний, и туда дальше, дальше пошла уже деревня, от которой ничего не осталось, конюшни, там остатки конюшни, которые были. Вот, ну и осталось вроде как в крапиве груда кирпичей, потому что конюшня была из старого кирпича советского, её разбирали и бла-бла-бла, вот такая вот история. В общем, место новое, не люблю я засиживаться на старых местах, буду сейчас расчехляться, усаживайтесь поудобнее. Сейчас начнём копать как-ли, конечно, конечно, хотелось бы злато-серебро, но чудес у нас в копе не бывает. Иногда, изредка, но со мной такого не случалось. Друзья, в нашем хобби без металлоискателя никуда, поэтому я вам подскажу, где его купить. Магазин Антиквар 32. Делаешь заказ, нажимаешь оформить, и вбиваешь промокод Охота за сокровищами, который работает теперь вот так. Забиваешь, получаем скидку, либо подарок, товар падает в корзину, заполняешь свои личные данные и используешь любой перевозчик и компанию по пересылке грузов, которая присутствует на сайте. Оформляешь заказ и ваш товар уже в пути. Скидка по промокоду Охота за сокровищами работает почти на всё. Сейчас, ребята, всё возможно. Купи свой металлоискатель уже сейчас, потому что сезон в самом разгаре. Магазин Антиквар 32. Пожалуй, это то, что нам нужно. Хоп, хей, ла-ла-лей, то ли верить, то ли нет. Хоп, хей, ла-ла-лей, короче, гожа, годнота. Братцы, я что-то, в общем, забыл сказать, хожу-хожу. Решил я опять снять наушники. Блин, жарко, уши потеют. А вот, и вот. Блин, уже кривой стал сигнал. А я думал, медь царская, кстати, братцы. Медь царская, но не цыганская. Вот, жарко, душно. Периодически бывают дожди. А вот, кстати, ребят, я еще здесь еще и поспорю. Пин. Хороший пин, привыкаю я к нему, XP-M6. Блин, его тоже надо заряжать. Он у меня сел, я ни хрена не пойму. Вот. Потом вспомнил, что его заряжать надо. Открутил, а там, это, вход просто под этот. Так. Вход. Че, его выключил? Нет. Так, а где находка? Ага. Вот здесь, в отвале. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мне-то нема. А, вот, вот, вот. Нет, нет, нет. Или да, или да, или нет. Ищем дальше. Да, блин, ты где-то? О, вот он, ребята, монитосина. Ни хрена себе. Обалдеть. Бля. Слушай, да это пятак, походу, 24-го. Тройка. 24-го года, три копейки. Ни фига себе, вот это находка. Вот это, от души, нормально. Я думал, сначала, короче, царский монитос. Потом, думал, вообще ни хрена. А тут, видите ли, а? Вот она, она. Первая. С почином, братцы. Ну, что вам рассказать, что вам показать? Хожу вот по этому огороду. Дом, скорее всего, вот тут вот стоял. Или вот в этих кустах. Вот. Здесь вишенник пересохший. Вот. Здесь горело, по всей видимости, болото. Тухлое болото вот это. Вот. Потому что, почему-то здесь странно, но нет. Травы. Вот. Что еще? Ну, я там еще сделал пару кадров. Буду их включать? Не буду. Вот. Шмурдяк нашел. Вот. Ну, как-то так. Вот здесь вот плодовые начинаются. Вот. Как-то вот то ли борозда, что ли, была здесь. Ну, такое впечатление, что вот явно пахалось, а вот это вот была межа. Ну, дальше ничего нет. Там болото, там топи. Я точно знаю. Поэтому ребята хрен его знают, как здесь. Блин, когда на новом месте находишься, все время нужно что-то локализовывать и понимать. Только потом уже на второй, на третий выход можно пожинать плоды. Вот как помните, я на Ведьмином хуторе был. Я первый раз пришел. Ну-ка я сейчас на себя. Пришел, короче, ребят, первый раз. Ходил, 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 ходил. Сначала нашел, сначала там Елизавета или Екатерина какие-то монетки у меня выскакивали. Потом разные, Александровские, Николаевские. Начал ходить, начал искать. Вот она, она. Вот она, она. Вот она, она. Начал ходить, начал искать. И только на второй раз, на второй раз. А этот ролик еще я даже не монтировал, кстати. Он в папке лежит. Вот сегодня вечером я этим и займусь. Пришлось как бы... Ну, в общем, второй раз удалось нормально найти. Братцы, монитосик у меня. Монитосик, а звучал не по-монитосовски как-то. А это у нас... Че это у нас? Поздний совет, наверное. Да, пятак, наверное, скорее всего. 61-го, как обычно. Их других не бывает. Вот напишите в комментариях, вы находили когда-нибудь пятаки позднесоветские, кроме 61-го года? Гля, он лысый, ни хрена себе. Вот. Я их нашел, ну, может, немного, кстати. Штук 20, может, за свою жизнь. Ну, короче, все 61-го. Я не помню, чтобы был какой-нибудь 67-го, или 71-го, или 73-го. Вот так вот. Они всегда 61-го. Такое впечатление, их тут начеканили в этом году миллиард штук, наверное. Но, тем не менее, вот такой пятачок. Ха! Как ни крути, а пятачок, ребятки! Проехал вот здесь вот дорога. Вот здесь вот. Ну, такая. Я спрятался. Мужик с мотоблоком. На мотоблоке с прицепом и стримером. Вон там где-то косит. Может, там поле его или огород. Слышно должно, наверное, быть. У меня сигнал. 66-68. Вот. Вот явно такой ярко выраженный советский. Копнем вручную. Уж больно сигнал. Хороший. Ой. Может быть, советик, кстати, ребят. Оля, муравьи красные какие. Знаете, как за жопу кусают? У-у-у. Бежать будешь. Так. О, нет, это... Ну, я думал, советик. Но, оказалось, не советик. Ну, вот. Короче, буду тут пробивать, в принципе, что. А потом, после копа, когда буду заканчивать, схожусь уже, посмотрю, что там творится. Вот, что он там косит. Очевидно, слышно, стример. Здесь прям проезжал. Вот тут дорожка. Вот, в кусты. Ямки вот так. Хлюп. Хлюп. И все. И никто не догадается, что я тут был. Перть гуттаперчевая, блин. Ну, только что машина проехала какая-то. То ли девятка, то ли восьмерка. Яблонь. Сад нашел яблоневый. У нас дождик небольшой пошел. Тучка налетела. Вот. А вот груши одичавшие, друзья, посмотрите. Возможно, они не одичавшие. Вот, видите, плоды. Это груши. Ну, учитывая листочки такие. Вот. Может быть, какая-нибудь там тонковетка или бергамут. У меня у бабушки в деревне такие есть. Много груш. Но, скорее всего, это какая-нибудь китайка мелкая. Либо одичавшая уже груша. А вот яблоня. Вот она, одна яблоня. Вон там в кустах вторая. Вот. Где-то я тут... А, вот цветочек видел. Когда яблони цветут, всем девчонкам хочется. Чё бы им цветы. Ля, какие яблоки. Вон, видите. Яблоки еще могут быть не одичавшие. А вот еще цветок от нее остался. Хожу здесь. Вот. Ну, пока что нашел, то нашел. Ищем дальше. От души, души, душевно. Очередная у меня монетка, братцы. Копейка Николаевская, скорее всего. Вон, видите, какая тут земля. Тут глина. Вот. Зеленый. А, опять 24-й год. Ни хрена себе, ребятки. Я, как приехал, 24-го нашел. И вот еще. Блин, ну, конечно, не очень много монет. Вот. Огород все-таки. Ну, 24-го года. Видите? Конечно, она тогда в земле не так звучит, но... Копаемый сигнал был. Вот, 24-го луплю. Вот. Туча прошла. Разного распогодилось. Снова солнышко. В общем, все нормально. Так, из деревьев капли падают. Я все по саду тут хожу, выбиваю. Вот. Туда ходил. Возле дороги мусора много. Вот. Здесь вот дом, скорее всего, стоял. Но я далеко от него не отхожу. Вот эти окрестности выбиваю. Ну, и сзади. Ищем. Очень, ребят, искал, искал. Замучился искать. Вот такой вот маленький советик, смотрите. Вот. Такой советик 30... 31-го года. Вот. 31-го года. Везде красные муравьи, смотрите. Вот. Где не копнул красные муравьи, то что, блин? Прикормлено, что ли? Вот такой вот советик. Копеечки. Давно его не находил, копеечки. Какая-то гнутая, блин. Видите? Пострадала чуть-чуть. А у меня монитос, братцы. А у меня монитос. Слава богу, мужик свалил. Вот. Мотоблок ушел в неизвестном направлении. Что-то он там косил, наверное. Наверное. Две копейки. Поздние. После 35-го года. 54-го. Аж ни хрена себе. Слышите, как птицы поют, а? Июнь. Ребята, июнь. Первый день июня. Красота необыкновенная. Годи. И монетки идут. Вот так. О деревне бродит яшка-щитовод. Вот. На деревне Женька вынул щитовик. На деревне... Да что ты будешь делать, блин? Падает из рук и все. Что, мухи в руках ей лозят? Ёперный барабан. На деревне позаставлены столы. Сейчас я его очищу, ребят. В общем, это интересно. Год не вижу, но это 10 копеек. 33-й, по-моему. Да, 33-й год. Причем нормальный сохран такой. Вот, хватит. Скоро домой пойдем. Поведу тебя домой. Вот. Витя успокоился. Ребят, деревня Тухлянка. Воняет так, что волосы встают дыбом. Только встают волосы дыбом. Ребята, от вот этого благовония. Вот этого запаха. Вот этого... Посмотрите, здесь я вот... Короче... Ну вот видите, вот он, жучок сидит. Вот, запах от этих цветов просто, я не знаю, просто бесподобный. Вот он, какой-то тоже жучок упал, смотрите. Вот, муха там где-то сидела. Оса улетела, дождь вот опять начал накрапывать. Блин, какой же... Какой благовоние. Что за цветок подсказываете, а? Вот такие вот цветы у него красивые. У нас очень много девушек, женщин, любимых подписчиц. Вот, они по-любому знают, потому что цветы это их слабость. Девочки, это все для вас. Вон, вон еще один сидит, посмотрите. Вот он один. Один. Сейчас покажу второго. Вот он второй такой же золотой. Не майский ли жук этот часом. Вот, ну какой-то блестящий. Вот такие вот дела. Такие вот дела. Вон она лежит, ребятки, вон она. Это очередной советик. Слабый-слабый сигнал. Думал, блин, проволоку сначала копать, думаю, не буду. Вот, а это советик. Короче, братцы, ну сколько, три с половиной, может быть, часа мне хватило, чтобы плотно выбить вот этот огород, сад. Вот, сходил туда. Хрен его знает, где этот мужик косил. Там слышно было триммер, но 55-й год, 10 копеек. 10 копеек. Но что-то я до туда не дошел, ребят, я не знаю. Походу, может быть, еще где-то дальше. Может, эхо раздается так сильно на округу. Но не нашел. Вот такие дела. Дождик вот начинает. Смотрите, то солнце, то дождик. Такой, а это вроде какой-то обложенный. Вон солнышко мое ушло. За края, за горизонты. А дождик, братцы, начинает усиливаться. Проблема в том, что нельзя мочить блок. Вот. Показываю вам находки и буду выдвигаться. Не хочу мокнуть. У меня есть чехол в рюкзаке, но, блин, мокнуть я правда не хочу. Сегодня, к сожалению, без царей. К сожалению, вот, обычно каждый коп у меня медь имперская вылетает. А здесь вот по советикам. Ну, видимо, может, огород-то, ну и хозяйство, может быть, послереволюционное. Шурф фундамента здесь, наверное, бесполезен. Потому что, учитывая, что на огороде, в саду и в близлежащих окрестностях я не поднял ни одного хорошего медного сигнала. Ну, медный и есть, вот два. Но царей, к сожалению, нет. Вот, копеечка порадовала, потому что маленькая найти сложно. Тем более в таких вот кустарниках, травах. Все остальное. Семь монет. Семь монет и три часа великолепного отдыха. Друзья, желаю вам, чтобы у вас такой отдых случался как можно чаще. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Роликов будет много. Впереди целое лето. Шурфы, поисковые магниты, фундаменты. Рыбалка, в конце концов, друзья. Все будет хорошо. Всем пока. До скорых встреч и до следующих серий. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова